Девушки отдыхают Девушки отдыхают Ирландия – это страна, которая расположилась на Британских островах, но при этом не является частью Великобритании. Здесь говорят на английском, но ирландский остается первым государственным. Словом, ирландцы – это совсем не британцы. Но кто же они тогда? Сегодня во всем этом и разберемся. Дублин – столица Ирландии. Островной страны, что находится на одном из британских островов. И хоть Дублин – это совсем небольшой и довольно тихий город, он считается одним из самых дорогих в мире. Если бы я в этом дорогом городе родилась, то вполне возможно, что родилась бы в семье Ляма и Николы. Тогда я жила бы в огромной, по местным меркам, квартире на 100 квадратных метров. А может, я была бы женой полицейского Джона? Он бы каждый день ходил на свою вполне безопасную работу и очень любил поговорить. Но больше всего мне бы хотелось быть менеджером в пабе, как Рэйми. Ведь если ты работаешь в дублинском пабе, то весело тебе будет каждый божий вечер. Паб для ирландца – это особая культура. Туда ходят все и не столько, чтобы выпить, сколько, чтобы пообщаться. Это такая социальная сеть по-ирландски. Если в пабы ходят преимущественно вечером, то по утрам большинство местных обожает завтракать одним и тем же блюдом. И это тосты с джемом. Само собой, их едят и на протяжении дня. Ну что там, это явство здесь впитывают буквально с молоком матери. Сколько езжу по роддомам мира и не перестаю удивляться. Кому-то после родов шампанское, а здесь в Дублине жареный тостик сразу после родов. Масло и джем, и чашечка кофе. И вот это кайф. Мне дали какую-то ужасную кашу. Сказали вообще ничего не есть, не пить, потому что это вредно. А я родила позавчера в 3 часа утра. Только смогла нормально выдохнуть, мне принесли тосты и кофе. И поверьте, это были самые вкусные тосты в моей жизни. Если роды прошли хорошо, то нет никакого смысла ограничивать рацион женщины. Она может спокойно есть все то, чем питалась до этого. Роды в Ирландии полностью финансируют государство. То есть они полностью бесплатные. А частных роддомов здесь просто нет. Платить за роды придется только в том случае, если женщина хочет рожать у какого-то конкретного доктора. Но большинство местных женщин рожают бесплатно. Цена в данном случае варьируется и для каждой пациентки своя. Чтобы вы ориентировались в ценах на местную медицину, скажу, что прием у семейного врача будет стоить 60 евро. У профильного специалиста 200. А, скажем, УЗИ 100. Короче говоря, цены немаленькие. Как и практически на все в Дублине. Стоит здесь просто заказать кофе, как ты получишь шок от того, сколько он стоит. Вот, смотрите, зашла в Дублине в барчик с продюсером. Купили два кофе, два десерта, 20 евро. Ребят, слава богу, что я с продюсером, он заплатит. Вот так вот. Я уж не говорю, что если придет семья из трех человек и захочет кофе и десерт. А если из четырех, то вообще. Ой. И это я еще про цены на недвижимость не рассказала. Но не буду вас травмировать в самом начале выпуска. Подготовлю постепенно. И сначала расскажу про цены на детский сад. Обычно народ отдает своих детей в детсад на три часа в день. Три дня в неделю. Это стоит около 70 евро. Если же отдавать на полный день, то от 800 евро до 1500 в месяц. Но с момента, когда ребенку исполняется два года, сад оплачивает государство. Но здесь нужно сказать, что оплачивает оно только те самые три часа в день. Не знаю почему, но для местных оставлять детей на три часа – это совершенно нормально. В остальное же время родители чаще всего справляются сами. Дети могут проводить в саду и по 12 часов, но все это зависит от конкретного сада, и все это стоит дороже. Государственных садиков в Ирландии нет вообще, поэтому каждый сад по-своему работает и по-своему выглядит. Так, ну с ценами, думаю, я вас уже подготовила. Теперь пришло время рассказать про местную недвижимость. Готовы? Итак, минимум за что можно снять жилье в Туплине – это 1000 евро. Это будет одна комната в квартире с другими такими же квартирантами. Если хотите арендовать квартиру полностью, то платите, пожалуйста, от 2500 до 4000 в месяц. Может, подумаете купить? Хм, окей. В хорошем районе города двухкомнатная квартира – это 400 тысяч евро. Недвижимость в Дублине, пожалуй, не дешевле, чем в Нью-Йорке или Лондоне. А причина простая. Дело в том, что у нас расположено огромное количество офисов крупных корпораций. Таких же, как в Нью-Йорке или Лондоне. Покупать или арендовать недвижимость в Дублине – это нереально. Дорого. Поэтому местные жители нашли другой выход. Они покупают и арендуют движимую недвижимость. Она гораздо дешевле, чем недвижимая недвижимость. Господи, вот это я загнула. Зато, правда. Не понимаете, о чем я? Сейчас объясню. Дело в том, что Дублин стоит в заливе Ирландского моря. Кроме того, здесь протекает река. Понимаете, к чему я клоню? Правильно. Здесь много разных кораблей, на которых можно жить. Чаще всего народ покупает небольшие баржи и живет на воде. Хеллоу, Кет. Привет. Проходи. Ну вот, я пришла. Идемте в гости. Ого. Так, подождите. Ой, как у вас тут не убиться бы. Ага. Тут сразу уже туалет и душ, да? Откуда у вас вода? Мы примерно раз в неделю наполняем резервуары питьевой водой. А, я поняла. Ага. И вот это у вас большая комната ваша. О, хеллоу. Знакомься, это мой муж Майкл и моя дочка София. Прекрасно. То есть вы тут втроем живете, да? Так, подожди, так, а ты мне скажи, вы печку тут дровами топите, да? Углем. Отопительная система здесь проходит по всем комнатам баржи. Так, хорошо. Значит, у вас тут кухня, да? Да, я поняла. И даже стиральная машинка, вы даже стирать можете, вам хватает воды и электричества. А у нас солнечные батареи, поэтому электричество в достатке. И совершенно бесплатно. Вот вам и баржа. Все удобство, электричество бесплатное. Несколько спален, детская комната. Самый обычный дом просто на воде. И стоит такое судно, здесь может от 10 тысяч до четверти миллиона. Евро. Да, да. А вы давно живете здесь? Четыре года назад я взяла ее в ипотеку. Я работала медсестрой, и с моей зарплатой банк не дал мне кредит на дом или квартиру. А вот на баржу, да. Скоро я уже полностью все выплачу, и баржа будет наша. Так, подожди, а вы что, планируете тут жить всю жизнь? Почему бы и нет? Для троих людей здесь полно места. А скажи мне, много людей так живут на баржах, как вы? В последнее время все больше. Только здесь, в наших доках, полсотни суден, на которых народ живет постоянно. А вы часто путешествуете самолетом? Вы вообще летаете куда-то за границу? Да, конечно. Один-два раза в год стараемся куда-то полететь. Здорово, что местные могут себе позволить часто путешествовать. Но сейчас я еще расскажу про авиасейл с его дешевыми билетами. Так они будут путешествовать не только часто, но и выгодно. Так, ну все, идем теперь, ты мне покажешь, где вы спите, а я тебе расскажу еще про билеты. В общем, так. А вот за что здесь платить надо и обязательно, так это за стоянку. 200 евро в год. А если хочешь на своей барже путешествовать, то нужна специальная лицензия, которая стоит также 200 евро в год. Знаю, есть у вас по поводу жизни на барже еще один вопрос. А как им, собственно, доставляют почту? А? Угадала? Отвечу. Очень просто. Дело в том, что у каждой баржи есть адрес ее имени. А местные почтальоны умеют ориентироваться не просто в баржах, но и в домах с адресами, которые, в общем-то, и адресами не являются. В Дублине почтовые адреса пишутся так же, как и во всем мире. Но есть удивительные адреса, когда идет название улицы и не номер дома, а название дома. Например, Флоренс Роуд и название дома Одуванчик. Или Лягушонок. Я не знаю. Все дома, которые названы по именам, я просто запоминаю наизусть. Это как помнить имя своего кота или соседа. Один-два раза переспросил, а потом уже его просто знаешь. Работа почтальона здесь считается уважаемой. Ведь в традициях местных до сих пор отправлять друг другу письма, написанные от руки, или открытки с поздравлениями. А зарабатывает почтальон по местным меркам не так много. 20 тысяч евро в год. Но зато и работает по полдня. Мой рабочий день начинается в полшестого утра и заканчивается в обед. А самое сложное здесь – это утренняя паутина, которая постоянно лезет в лицо, и узкие щели для писем. Вечно выворачиваешь в них пальцы. Устроиться работой с почтальоном совсем не сложно. Для этого достаточно иметь школьное образование. Кстати, здесь в Орландии популярностью пользуются частные школы-интернаты, где ребенок живет с понедельника по пятницу. Именно в такую я и пришла. У нас в школе есть общежитие, где живут не только школьники, но и преподаватели. Я считаю, что такой формат очень сближает и только помогает в обучении. Но часть школьников приходит сюда, как в обычную школу, только днем. Без оплаты общежития такое обучение стоит 17 тысяч евро в год. Плюс полторы тысячи за питание. С проживанием 22 тысячи. Но интереснее для меня оказалось другое. А именно – местная система оценивания. До конца разобраться в ней так и мне не получилось. А чтобы вы не думали, что это легко, просто скажу, что высший балл здесь, внимание, 8 целых и одна десятая. При этом все отметки, что выше, считаются хуже. Спрашивать и говорить о школьных оценках у нас вообще не принято. Учитель никогда не будет при всем классе объявлять оценки, а друзья или одноклассники, как правило, не знают, какая успеваемость друг у друга. Как сейчас помню, как в школе учитель сказал «Садись, Долгопольская», это моя девичья фамилия, «2», при всем классе, представляете? Имеющий там один мальчик нравился, боже, позор был такой, кошмар. А здесь, в Ирландии, никогда учитель не скажет при всем классе, что ребенок получил плохую оценку. Про хорошую тоже не скажет, потому что про оценки не говорят. Этот дурной тон, понимаешь? Теперь я понимаю, откуда у меня травма психологическая. Ой, надо к психологу сходить неже. Вот это я, ой, как сейчас помню, Долгопольская, «Садись, два», прям позор. Учится в местной школе 13 лет. И, как я уже говорила, многие здесь же и живут. Так, ну показывайте. Ага, то есть тут у вас сразу четыре шкафчика, у вас тут четыре девушки же, да, живет? Да, в каждой комнате по четыре человека. Тут, значит, у вас душ и ванну, ну так чисто, молодцы. О, хеллоу! Хеллоу! Вот, видишь, какая! Тебе не мешает девчонке читать, скажи мне? Бывает. Но, если что, у нас есть отдельное помещение для домашних заданий. Вот всегда в комнате есть вот девочка, которая всем мешает. Я вот, я тоже помню такое. А мальчишки к вам могут приходить сюда, в комнату? Нет, их общежитие в самом дальнем конце школы. Я поняла. Ой, не все равно, как в кино, это классно! Чтобы поступить в университет после школы, достаточно хорошо ее закончить. Но все зависит от вуза. Чем он лучше, тем выше туда проходной бал. Высшее образование у нас бесплатное, но при этом и конкурс высокий. 8 человек на место. Кроме того, если у студента нет стипендии, то за общежитие и питание надо платить. Чтобы получить стипендию, надо быть суперменом. Я на нее даже не подавался. Точно знаю, что не потяну. Но зато те, у кого она есть, могут не работать. Жить и питаться в общежитии бесплатно и получать еще кучу разных плюшек. Образование в Ирландии соответствует самым высоким международным стандартам. Поэтому, если вы и сами задумались поступить в местный университет, я очень рекомендую обратиться к Эду Эксперт Айланд. Здесь вам помогут подобрать образовательную программу в лучших вузах страны. А по приезду встретят и помогут с адаптацией. Кстати, после окончания обучения можно смело остаться и строить карьеру в Ирландии. Ведь виза выпускника ирландского вуза разрешает легально жить и работать в стране. В таком дорогом городе, как Дублин, большинству студентов действительно приходится работать. А многим эту работу предоставляет сам университет. У нас есть целый ряд разных предложений для студентов. От официанта в местном кафе до экскурсовода по территории УЗа. Оплата – это минимальная ставка по законодательству – 10 евро в час. В местных ресторанах и пабах тоже часто работают студенты. Там можно легко строить свой график, а устроиться не сложно. Ведь чего-чего, а пабов в Ирландии как? Да как пабов в Ирландии. Немерено. Вы знаете, я заметила, что здесь в Дублине много в зданиях разноцветных дверей. И мне рассказали, что такая легенда существует, что пьяные мужья, когда приходят домой, не могли попасть в свой дом, потому что все дома одинаковые, одного цвета. Мы решили дома разукрашивать в разные цвета, чтобы муж не промахнулся. Но я прихожу в паб, и тут тоже разноцветная красная дверь. Понимаешь, так же мой... Почему я сказала мой? Не знаю, почему мой так же. Муж может перепутать красную дверь своего дома и в пабе. И случайно зайти не к себе домой. И хорошо провести время. Управляющий этого паба мой старый знакомый Рэми. Он меня встретил и любезно провел экскурсию. Рэми, чао! Чао! Боже, ты как всегда красивый, как бог, я не могу. Что это за туфли красивые такие, даже лучше, чем у меня. Ну что, как вы тут поживаете? Людей еще нет, слава богу, я поэтому к тебе пришла пораньше. Расскажешь, что у вас тут в пабе. Ну, красиво у вас, да? Когда у вас люди приходят? Народ собирается с 12 часов дня. За день у нас по 300-400 посетителей. И вот все у вас тут любят выпить, правильно, в пабах в Ирландии? И выпить, и поесть. У нас ведь есть кухня с традиционной едой. Там, кстати, шеф для тебя уже что-то готовит. Поход в паб для ирландца – это традиция. И в пабе не обязательно пьют. Народ часто приходит целыми семьями, например, чтобы просто поужинать. Так, ну, идем, покажешь мне, где у вас там шеф, вармен. Пока никого нет, я так, знаешь, думаю, что 100 человек придет, и я потом уже не пропислю. А на кухне шеф действительно уже ждал меня с готовым блюдом. Это фиш энд чипс. Традиционные еды ты в Ирландии не найдешь. Более понятного блюда, честно говоря, я еще не пробовала. Жареная рыба в кляре и жареная картошка. Прекрасные тебе, хочу сказать. А скажи мне, а что еще вот у вас любят, что еще заказывают в ресторане чаще всего? Еще любят жаркое из говядины в пиве. Вся кухня в Ирландии – это картофель и овощи. Все остальное уже, как говорится, в придачу. Самое простое и дешевое блюдо – это фиш энд чипс. И у нас это стоит 15 евро вместе с напитком. А средний чек в ресторанах Дублина – 40 евро на человека за обед. То есть вы понимаете, да? Если средний чек – это 40 евро, значит, пообедать здесь можно как за 20, так и за 100 евро. А то и больше. Скажи мне, вообще вот в Ирландии люди следят за своей фигурой, считают калории? Или они едят, лишь бы было вкусно и сытно? В последнее время в меню появились всякие опции типа веганских блюд. Но в целом особенно никто не заморачивается. У нас любят вкусно поесть. И все-таки еда едой, а ирландское пиво – ирландским пивом. Целый ряд местных алкогольных брендов знамениты во всем мире. Но как при этом народ может мало пить? Подумала я. И оказалось, что не может. Я тут узнала, что Ирландия входит в топ-10 самых пьющих стран. Очень любят пиво. Но нас Минздрав предупреждает. Мы-то в курсе. Местное пиво удивило меня тем, что здесь абсолютно коммерческий бренд по сути стал национальным достоянием. Пиво – это определенно национальный напиток для Ирландии. Причем у нас, если ты заказываешь в пабе пиво и не говоришь название, то тебе по определению наливают пиво Гиннес. Пинтапиво, а это 600 миллилитров, в местном заведении в центре города обойдется 8 евро. А выпить за один присист Ирландец может и 5, и 7 бокалов. Не каждый, конечно, но может. В год только наш завод производит 7 миллионов литров, и мы постоянно наращиваем обороты. Не зря же наше пиво ценят во всем мире. У нас за каждым ингредиентом следит целый отдел. Причем начинается контроль с качества земли, в которой растет ячмень. Несмотря на такое количество производимого и выпиваемого алкоголя, стереотип о задиристом ирландском характере оказался мифом. А если у кого-то из местных и накопилось злоба или негатив, то все это они могут абсолютно законно выплеснуть, и вы не поверите как. Вы сейчас сидите на диване, смотрите нашу программу. У кого-то из вас, возможно, плохое настроение, какие-то проблемы. Кому вы будете звонить, у кого вы будете просить помощи? Кто-то позвонит подруге, маме, да? То есть, я не знаю, мужу, другу. А в Дублине эту проблему решили совсем по-другому. Тут каждый человек может прийти на набережную, в определенное место, где его будет ждать полицейский. Да-да, полицейский, которому он может рассказать всю свою боль, я не знаю, все свои проблемы, поделиться, и он им поможет. Представляете? Ох, мне нравится! Лично я придумал это сам во время пандемии, когда народу было совсем тяжело. Я подумал, а почему нет? Ведь каждый полисмен проходит психологическую подготовку. В итоге, людям это очень понравилось, и сейчас такие лавочки для общения с полицией есть по всей Ирландии. Так, Джон, то есть, вот это место, куда могут люди прийти каждый день, и ты тут сидишь, и что, они приходят и говорят, привет, Джон, как твои дела? И рассказывать тебе какие-то сказки? Не каждый день. Обычно мы заранее повещаем об этом на нашей странице в соцсети. Народ приходит спросить совета, и иногда просто стесняется пойти в участок, поэтому им так проще. А бывает, человек просто приходит и молчит, а потом внезапно говорит, давай поболтаем. Ну, хорошо, и он говорит, ну, дай поболтаем, и что? И что он тебе, вот какие истории тебе расскажет? Да, о чем угодно, хоть о своих домашних животных. У нас многие любят поговорить о собаках. Ой, давай поговорим о животных. У меня, слушай, три собаки. Я тебе хочу сказать, конечно, они мне делают нервы еще те. Но, кстати, вот о собаках. Мне сказали, что если собака лает на вашем участке и мешает соседям, то это тоже проблема, и соседи могут вызвать полицию. Да, все верно. Собака ведь создает шум. У нас существует отдельный департамент полиции, который отвечает только за бытовой шум. Для ирландцев проводить время у себя дома в тишине – это очень важно. Поэтому соседи запросто могут вызвать полицию, которая выпишет штраф от 500 евро. На самом деле разных департаментов у нас очень много. Каждый полицейский подготовлен к тому, чтобы решить любой вопрос здесь и сейчас. А так я не поняла, а как вы можете решать? У вас же даже оружия нет или есть? Нет, только спрей и электрошокер. А если оружие понадобится, то я просто вызову подмогу по рации, и она приедет очень быстро. А скажи мне, пожалуйста, вообще в Дублине, не знаю, в Ирландии, в Дублине безопасно жить? Вот по ощущению, вот я приехала сюда, здесь прямо тишь и благодать. Это так на самом деле? Или только на первый взгляд, мне кажется, а на самом деле у вас очень опасно? Я скажу так. Так, последнее тяжелое преступление в моем районе произошло три года назад. Ну вот, знаешь, парадокс. Я сижу возле такого милого, улыбающегося, понимаешь, полицейского и чувствую себя в абсолютной безопасности. Ну, конечно, что бы хотели, если три года назад произошло только страшное преступление. А сейчас я видела еще преступление, а мальчик пнул мой кофе. Кстати, кстати, вот серьезно, смешно тебе. Но пока на улицах Дублина царят тишина и спокойствие, то на местном стадионе ирландцы уже не кажутся такими тихонями. Здесь бурлят настоящие эмоции. Так местные проводят досуг. Я на стадионе, начинается игра. Зрители собираются, короче, спортсмены разминаются. Все, финал. Очень серьезный матч, так сказать. Вы думаете, о, футбол. Нет, ребят, это не футбол. Это херлинг. Что бы это ни значило. Херлинг. Херлинг – это самая популярная игра в Ирландии. В нее играют все, ее смотрят все и любят все. Чтобы не вдаваться в подробности, скажу, что это нечто среднее между футболом и хоккеем на траве. В херлинг здесь буквально играет вся страна. Его преподают в школах. По нему проводятся чемпионаты. Чемпионы по херлингу – это звезды ирландской величины. Но самое интересное – даже не это. Все, кто играет в херлинг, делают это абсолютно бесплатно. Все, кто тренирует и организовывает матчи, тоже делают это бесплатно. У всех есть своя основная работа. А это так, для удовольствия. А теперь оцените масштаб. Вот этот стадион и вот эта организация матча уровня Лиги чемпионов – все это вообще не про деньги. На экипировку командам дают спонсоры. За аренду стадиона платят они же. Кроме того, херлинг финансируется государством. И главное – все это просто ради того, чтобы поддержать традиции. Кто-нибудь, расскажите об этом футболистам высшей лиги. Как только это станет на коммерческие рельсы, то сразу потеряет свой шарм. А пока даже известные игроки в херлинг остаются обычными людьми, то и сама игра остается по-настоящему народной. Словом, если вы наведаетесь в гости к звезде херлинга, то не увидите там особняк с тремя бассейнами и коллекцию суперкаров на парковке. Скорее всего, это будет обычный средний дом простого человека. Такой, как у семьи Лиама и Николы, которыми я пришла в гости. Ой, слушайте, ну, прекрасный дом у вас, я хочу сказать. Такой большой. Вы давно живете в нем? В прошлом году переехали. До этого у нас был дом гораздо меньше. Примерно, как сейчас наша кухня. Да, ну я вижу, сколько метров дом этот. Чуть больше ста квадратов. Ну, прямо, посмотри, прямо тут можно, я не знаю, гулять, кататься на велосипеде. Привет! Привет! Вы видели детей, которых никогда не слышно? Вот они, они все здесь. Ой, еще и задний дворик, еще и собака. Ну, красота! Коммунальные в таком доме, как этот, не дешевые. Летом мы платим 200 евро в месяц, а в отопительный сезон как минимум 400. А вы женаты или нет? Женимся через два месяца. Серьезно? То есть... Как я, видишь, как я прям вовремя. Так я вас поздравляю. А сколько лет вы вместе уже? 13 лет. 13 лет! Так это уже можно было два раза развестись, один раз выйти замуж, потом опять развестись. Ну, это я историю своей знакомой рассказываю. Почему вы вдруг решили официально узаконить свои отношения? Никола очень хотела. Дорогие друзья, вот женщины во всем мире одинаковые, понимаешь? Все у нее есть. И дети есть, и дом есть, и муж уже, с которым уже 13 лет, уже можно было бы убить давно, понимаешь? И все равно, пока не женишься, не будет тебе борща. Ну, это так. Так говорят, знаешь. Так, ну что, она тебе поставила ультиматуму или что? Да нет, это нормально. Это просто ирландские мужчины. Они пока от мамы отклеятся, можно ждать до пенсии. Ну а у вас есть знакомые, которые разводились, которые проходили через, как говорят, этот арт? Нет, таких не знаем. В Ирландии, если уже женился, то про развод лучше даже не думать. Вот так уже, знаешь, как женился, уже лучше буду мучиться, но уже не разведусь, потому что больше я умирать не хочу. Это думают так местные мужчины. Чтобы получить развод в Ирландии, надо прожить раздельно три года. Потом предоставить суду доказательства, что это правда. Привести свидетелей, которые подтвердят, что вы не вместе и только после этого вас, возможно, разведут. Плюс все издержки обойдутся в несколько тысяч евро. Из-за всех этих сложностей, а еще из-за того, что жилье в Дублине невероятно дорогое, многие люди, даже если хотят разойтись, все равно продолжают жить в одном доме, просто спят раздельно. Однако не во всех вопросах законы Ирландии такие строгие. Есть много таких, что наоборот направлены на улучшение жизни. Например, государственная программа о покупке велосипедов. Эта программа называется «Велосипед для работы». Благодаря ей каждому человеку раз в три года государство вместе с работодателем оплачивает половину стоимости нового велосипеда. И даже если тебе не нужен свой велосипед, ты можешь взять его на прокат за сущие копейки. По местным меркам, конечно. Велосипеды на прокат в Дублине брать очень выгодно. Абонемент стоит 35 евро в год. То есть ты платишь и все. И потом ездишь, когда хочешь. А кофе я вчера купила с пирожным, понимаешь, за 20 евро. Лучше бы на велосипеде катался. Но на велосипеде, согласно местным правилам, тоже можно ездить не везде. Для этого есть дороги или специальные велодорожки. А вот, к примеру, в ботаническом саду такое удовольствие запрещено. Но самое интересное даже не это. Я нахожусь в городском ботаническом саду. Парки, лужайки, деревья, птички. Ой, ну, практически рай. Сейчас я встречусь с человеком, который считает, что у него самая лучшая работа в Дублине. А, может, и во всем мире. Но самое главное, что через минуту вы тоже будете так же думать. Идем. Знакомьтесь, это Мэтью. Он работает в этом самом ботаническом саду. Вы спросите, а что же здесь выдающегося? Я работаю директором этого сада. А значит, я единственный человек, который имеет право здесь жить. Вот в этом доме мы живем вместе с женой. Его нам предоставило государство. То есть, подожди, для того, чтобы жить как принц, что для этого нужно сделать? Я не знаю. Нужно быть чьим-то родственником? Нужно, в конце концов, учиться хорошо в школе? Или что для этого нужно сделать, чтобы получить эту работу? Но если говорить обо мне, то сначала надо окончить Оксфорд по специальности ботаника. Потом семь лет проработать с растениями в Гвинеи. Ну, и еще несколько лет научной работы в Дублине. Мы живем здесь уже 11 лет и будем жить, пока я работаю директором этого сада. Здесь 50 акров парка, и когда вечером ворота закрываются, они предоставлены только нам. То есть, ты хочешь сказать, что ты как президент в Америке, который переезжает в Белый дом, получается, да? Потом уходишь, и на твое место придет новый директор, тоже будет жить в этом доме? Да, именно так. Но я не только как президент Америки, но и как президент Ирландии. Дело в том, что он живет точно так же в соседнем парке. Нас таких только двое на всю страну. А-а-а! Я не могу! Я не могу! Это действительно правда! То есть, подожди, то есть, хоть чем ты занимаешься? Ты утром выходишь... Я даже в шоке, даже не знаю, что спросить. Ты утром выходишь, чашечка кофе, смотришь на свои, я не знаю, владения, как это назвать. И что? По утрам, до того, как парк откроется, я бегаю. И, кстати, я единственный человек в Ирландии, который имеет право бегать в этом ботсаду. Дело в том, что в местных ботанических садах запрещено не только кататься на велосипеде, но и бегать и приходить с животными. Это место исключительно для того, чтобы спокойно отдыхать или изучать культуру растений. А скажи мне, а кроме этого дома у вас где-то еще есть дом или это единственное место, где вы живете? То есть, вот вы тут живете всегда? У нас есть еще дом на юге Дублина, но мы там не живем. Переедем только, когда я уйду на пенсию. А за коммунальные хоть ты платишь в этом домике или нет? Только за электричество и за газ. Все остальное и обслуживание дома это забота моего работодателя. То есть, вот честно я тебе скажу, знаешь, вот когда идет какая-то реклама, где сказочный домик, сказочные люди в этом домике, они такие радостные, такие счастливые, так оказывается, эта реклама действительно существует тут в жизни и в ней живут реальные люди. Ну, что вы хотите, Оксфорд все-таки. Так живут не только директор сада и президент Ирландии, примерно так же живет и мэр Дублина. Его резиденция находится не в парке, но особняк не менее впечатляющий. А самое удивительное то, что он для всех открыт. Дублин просто какой-то потрясающий город. Вот это вот дом мэра. Он тут работает и живет. И это находится без ограждений, прямо на улице. Любой человек может зайти сфотографироваться на крылечке у мэра. Тут дверь открыта. Мэр всегда открыт к любым посещениям горожан. Они вправе прийти и задать любой интересующий вопрос. Естественно, открытая информация и по его зарплате. Это 15 тысяч евро в год. Плюс проживание в этом доме, бесплатный проезд и оплата любых деловых встреч и обедов. Как ни удивительно, но обычного сборщика мусора зарплата примерно 30 тысяч евро в год. Получается, что она в два раза выше, чем у мэра. Удивительный город. Ну ладно, коммунальщик, который рассказывал мне про свою зарплату, тоже не совсем обычный. Все любят чистоту. И в Дублине тоже. Поэтому команда из профессионалов 4 или 5 дней в неделю выходят на профессиональном корабле для того, чтобы очищать реку. Да, а вы думали, ну вот правда не на этом, вот на этом корабле. По словам местных, раньше горожане очень часто жаловались на большое количество мусора. И еще несколько десятков лет назад Дублин был одним из самых грязных городов Европы. Но местные власти решили проблему и убрали мусор. Причем, как видите, не только на асфальте, но и на воде. В день мы собираем от 2 до 7 баков мусора вдоль всей реки. Чаще всего его сносит ветер с городских улиц или приносит течением. А все собранные отходы мы отправляем на переработку. Благодаря такой работе и река, и залив моря, в котором находится Дублин, хоть и холодный, но настолько чистый, что народ с удовольствием в нем купается. Именно на пляже я и встретила целую компанию местных пенсионеров, которые уже было собрались лезть в воду. Как я полезла к ним со своими вопросами. Ребята, я, конечно, очень прошу прощения, мне так неловко, я стою в пальто, мне холодно, вы все в купальниках. Сейчас 14 градусов, так, чтобы все понимали, чтобы не думали, что я сумасшедшая. Вы вообще нормальные люди? Абсолютно. Мы здесь почти каждое утро купаемся, особенно в теплую погоду. А сейчас она как раз теплая. Я сюда в любое время года с 80 лет хожу. А сейчас мне 86. 86 лет, и такой живчик. А вода сколько градусов? Вы знаете, приблизительно? Я купалась ночью, было 8. А сейчас 15, так что будет тепло. 15 градусов, ребята, я недавно, ну, не буду говорить, в 24 не смогла зайти. Господи, видишь, что со мной делать? А расскажите вообще, как в Ирландии живут люди на пенсии? Вот кроме того, что вы занимаетесь каждое утро в теплой воде, плаваете, что еще вы делаете? Наслаждаемся жизнью, проводим время с внуками, купаемся, еще часто танцуем в парках. На пенсию у нас выходят в 65, и, как правило, отдыхают. Я, например, люблю путешествовать. За время пенсии только в Новой Зеландии была трижды. Есть ли у вас какие-то льготы на пенсии, на транспорт, на медицину? Выплаты у всех очень разные, даже среднюю цифру сказать сложно. Но у нас очень много льгот. Весь транспорт по Ирландии бесплатный, включая самолеты, скидки на коммунальные и еще много других льгот. А вы, вот вам лучше жить сейчас на пенсии или все-таки вы бы хотели вернуться туда, назад и опять работать, быть активными. Да ты посмотри на нас, мы счастливы. Тогда было хорошо, но сейчас точно не хуже. Ты просто каждый день выбираешь для себя новое развлечение. Хочешь танцуй, хочешь пой, хочешь путешествуй. Разве не это мечта каждого человека? А хочешь пей. Да, это дринк, это все так хорошо, как в любом возрасте, так сказать. Ну все, девочки, мальчики, я, конечно, вас отпускаю, потому что я, честно говоря, замерзла. Я прошу прощения, идите водичку вашу тепленькую, я пойду греться. Все, чао. А вот на что в Ирландии получить льготы практически невозможно, так это на похороны. Бесплатных похорон в Ирландии практически не существует. Их можно оформить только заранее через благотворительные фонды, но это долгая бюрократическая морока. А обычно, как на частных, так и на государственных кладбищах, цена примерно одинаковая, где-то до 5000 евро. Как видите, практически за все в Ирландии приходится платить. И платить немало. Тем не менее, местные совсем не видят ценности в деньгах. Для них важно другое. им важнее сохранить традиции, чем зарабатывать миллионы, строить семью, а не гнаться за роскошью, да и банально вкусно поесть и пообщаться с друзьями для ирландца куда интереснее, чем в одиночестве потеть в спортзале ради сомнительной погони за совершенством. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Знаете, несмотря на то, что Дублин это столица страны, его жители оказались простыми и открытыми. Они любят поесть, легко поболтать с незнакомцем за бокалом пива, обожают спокойствие, но с удовольствием пошумят на стадионе. И несмотря на невероятно высокие цены, совсем не беспокоятся о деньгах. А сами себя они скромно описывают как простые и открытые, гостеприимные, любознательные, народ, который всегда ищет приключений, эмоциональные, консервативные, несерьезные, но только если речь идет не о пиве. Со стороны кажется, что жизнь других всегда интереснее, ярче, лучше, но стоит только в нее погрузиться и уникнуть. Понимаешь, что она точно так же прекрасна, как и твоя. Только вдумайтесь, для тех же ирландцев наша жизнь та же жизнь других. Девушки отдыхают, Продолжение следует... Продолжение следует...